МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости на 9-м канале в студии Мария Шелепова. Здравствуйте. Начнем с трагических событий. В Белгороде в результате атаки ВСУ, по официальным данным, погибли 4 человека. В воскресенье 3 июля около 3-х часов ночи в областной центре со стороны Украины выпустили три ракеты Точка-У с кассетными боеприпасами. По данным Министерства обороны, российское ПВО отразило атаку. Но одна из ракет, получив частичные повреждения, упала на жилой квартал и взорвалась. Среди погибших один россиянин и трое харьковчан, которые приехали в Белгород переждать военные действия. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что семье гражданина РЭ выплатят 3 миллиона рублей из резервного фонда. Также известно о четырех раненых, в их числе 10-летний ребенок с отрясением мозга, контузией глазных яблок и ссадинами. Согласно прогнозу врачей, опасности для зрения нет. Раненым из областного бюджета выплатят по полмиллиона рублей и отправят в санаторий. На сегодняшний день зафиксированы повреждения 28 многоэтажек из 65 частных домов, пять из которых разрушены полностью. Власти региона уже начали восстановление. Следком России возбудил уголовное дело. В результате действий украинских силовиков двое человек пропали без вести, в том числе один ребенок. Бесплатное ускоренное подключение газовым сетям. 7,5 тысяч жителей области подали заявки на догазификацию. 2621 домовладелец уже заключил договор. Возможно ли подвести газ на дачу и почему заявку могут отклонить, рассказал генеральный директор АО «Газпром» газораспределения Белгород Александр Сергеенко. Пресс-конференция состоялась в областном центре. Мировые санкции на социальную программу «Газпрома» не повлияли. Более 11 тысяч домовладений области. План-график бесплатной догазификации на 2022 год составлен на основании данных муниципалитетов, о введенных в эксплуатацию домах. Две трети списка – Белгород и Белгородская агломерация. В Старомосколе 673 таких домовладений, а вот заявок поступило всего 224. Газовики призывают поторопиться воспользоваться уникальной возможностью. И не потому, что программа ограничена сроками. Это реальный шанс войти в зиму уже с теплом. Такого, как раньше было, бытность трех-пятилетней давности, когда уже стоят коробки, уже дома введены в эксплуатацию. И годами уже люди переехали, живут. Понятно, они продали свое, возможно, жилье, квартиры в Белгороде, переехали в какой-то микрорайон, улучшили свои условия. Вроде бы как улучшили. А газа нет. И газа ждали там на электроотопление. То есть обеспечивали себе теплом. Такого нет. Сегодня мы идем даже с опережением в большом объеме. Населенный пункт должен быть газифицирован. Это главное условие бесплатного подведения трубы с топливом к дому. До конца года газовики намерены построить 260 километров сетей. Расстояние до существующих газовых сетей не имеет никакого значения. То есть есть старый оскол, есть где-то там на дальней улице, там Титова, какой-то жилой дом, и он на сегодняшний день не газифицирован. Мы обязаны выполнить работы по подключению, по строительству газопроводов и газопроводов вода до границ земельного участка на безвозмездной основе. Дальше уже от границ земельного участка собственник, у него есть документы права собственности, он уже выполняет за свои средства дальнейшую газификацию. Пакет документов для участия в программе минимальный. СНИЛС, паспорт и копия подтверждения права собственности. Из 7,5 тысяч заявок тысячу с лишним отклонили. В основном из-за того, что обращения дублируются. Есть задвоенность, затроенность, ну то есть как бы житель подал через МФЦ, обратился через, ну для того, чтобы наверняка эта заявка была оформлена через госуслуги, через сайт, еще и через сайт единого оператора газификации. Получается, вроде бы как по количеству три заявки, а по факту она одна. Для тех, кто ранее оплатил подведение газа, но работы еще не выполнены, предусмотрен возврат денежных средств. Условия по возврату 38,5 тысяч рублей, это все жители, все абоненты, там уже существующие, вообще все, кто обратился после 21 апреля, вот, и на текущий момент они еще не ввели в эксплуатацию, не пущен газ непосредственно на объект, они все попадают вот в тот реест по возврату этих денежных средств. Стоит иметь в виду, что газ должен использоваться для собственных нужд, отопления, приготовления пищи. Подвести трубу бесплатно для коммерческой теплицы на территории участка не получится. Для дачных домиков отдельные условия. СНТ может участвовать, и мы обязаны выполнить эти работы до границы СНТ. А уже по СНТ и внутри СНТ, это вот за счет собственников СНТ. Не обошли на пресс-конференции вопрос обязательного техобслуживания газового оборудования. К сожалению, нежелание хозяев пускать специалистов в дом или самовольные переделки зачастую становится причинами трагедий. Одна из них произошла в марте в Старом Осколе. Тогда жильцы многоквартирного дома номер 81-2 на улице Ленина отравились угарным газом. В неисправность вентиляционных каналов плюс дымотводящий патрубок от колонки был установлен в вентиляционный канал самовольно. Просто-напросто продуктами горения природного газа погибло два человека. И таких случаев очень много по России. Их очень много. Есть в России регионы, где сетевой газ еще редкость. На Белгородчине же, наоборот, негазифицированы лишь около двух с половиной десятков отдаленных хуторов. Они отапливаются электричеством по льготному тарифу. А вот около двух тысяч белгородских потребителей-должников сегодня отрезано от подачи газа. Чтобы не попасть в подобную ситуацию, нужно регулярно передавать показания счетчика и хотя бы раз в квартал пускать контролера для сверки. Современные технологии позволяют оплачивать услугу моментально и без комиссий. У меня в смартфоне есть приложение «Мой газ». Без процентов. Ноль процентов. Никакому Сбербанку там один процент. Никуда ничего не плачу. У меня там отражен мой узел учета, его номер и показания текущие. Я привязана там банковская карта. Беру, нажимаю в один клик и списываются у меня эти деньги. И все. Всю информацию об условиях дегазификации и других вопросах, связанных с газом, можно получить по номеру 8 800 101 304. Звонок бесплатный. Анна Семенова, Алексей Грачев, Илья Самсонов, 9 канал. Театр и спортклуб в каждой школе. Разговоры о важном. По понедельникам изучение наномедицины и биотехнологий. Новшества, которые с сентября ждут учеников, педагоги обсудили на коллегии управления образования в 20-й школе. Главный вопрос, как поддержать талантливых детей и как эти таланты выявлять. Подробности у Ларисы Ульяненко. Какие критерии, чтобы мы считали детей, одаренные или не одаренные? Как можно сразу поставить, будем говорить, человеку и сказать ему, ты одаренный, ты не одаренный? Это очень сложный вопрос. В ряду с понятием одаренный ребенок у нас появились понятия способный ребенок и ребенок талантливый. Вот по моему мнению, одаренный ребенок – это самородок. Их не может быть в принципе по определению много. Но способных детей у нас сегодня достаточно. И их нужно только разглядеть и не потерять. Как разглядеть и не потерять, на коллегии обсуждали долго. С дискуссиями и акцентом на проблемах. Одна из них – недостаточная поддержка талантов. Вторая – не хватает компетенций самих учителей. Из 959 педагогов, работающих с одаренными детьми, только 96 повысили профуровень. Третья причина – необходимо пересматривать устаревшие методики. Обратили внимание на то, что одних дипломов и грамот для отличившихся сейчас недостаточно. Нужна материальная поддержка. Да и тех, кто достоин поощрения, на самом деле больше. К сожалению, и это тоже, наверное, одна из проблем, премию «Одарённость» ежегодно вручают лишь одному обучающемуся общеобразовательных организаций. В 2015 году, когда я только что пришла в Центр «Одарённость», таких детей от школ было 15. Одарённые, талантливые, способные. С ними занимаются в садах и школах, на факультативах, в секциях и клубах. Многие дети ходят на 2-3 кружка. Задача, поставленная губернатором, это 100% охват детей дополнительным образованием, так оно и есть, и плюс досуговая деятельность. Уже к сентябрю 2023 года этот охват должен был составить 95%. Однако есть опасность перегрузить ребят. У старшеклассников при шестидневке максимальная нагрузка 37 часов, не считая домашних заданий. По сути, дети трудятся больше взрослых. Образовательный процесс, включая секции и кружки, идёт с 8 утра до 10 вечера. И с сентября в нём очередные перемены. В каждой школе будет спортивный школьный клуб. А в каждой школе у нас будет театр. Хотя уже, в принципе, в 50% школ есть школьные театры, но сейчас, возможно, они будут менять свою концепцию, потому что театры бывают разные. С 1 сентября в образовательных организациях будет введён обязательный новый курс внеурочной деятельности и будет называться «Разговоры о важном». По всей России это будет единое время начала, в 10 утра. Каждый понедельник классные руководители станут общаться с детьми на темы, связанные со страной и патриотизмом. Обещают острых вопросов не избегать. О чём и как правильно говорить, педагогов научат на спецкурсах. Разговоры о важном рассчитаны на 34 часа. Ещё одно новшество касается краеведения и туризма. Всего этого будет больше. Придут к нам и биотехнологии с наномедициной. Изучить эти востребованные направления можно в клубах и кружках, поскольку школьный курс столь углублённых знаний не предполагает. В общем, талантливым и одарённым, помимо учёбы и олимпиад, будет где себя проявить. Остаётся только найти на это время. Лариса Ульяненко, Евгений Левошко, Евгений Сазонов, 9 канал. Староскольский театр для детей и молодёжи имени Бориса Равенских закрыл 27-й сезон. Играли школу супружеской жизни по пьесе «Бальзака». Как прошёл этот театральный год и чего ждать от нового сезона в нашем следующем материале. Премьера школы супружеской жизни состоялась в ноябре. Но из-за пандемийных ограничений не все желающие смогли попасть на спектакль. Всего театр в 27-м сезоне представил четыре премьеры. Одним из самых значимых событий минувшего творческого года художественный руководитель Семён Лосев назвал выход книги «Зеркало театра». Её автор – самый преданный зритель Нина Исааковна Черепанова. Отдельно отметил Лосев выход четырёхсерийного фильма Бориса Равенских на телеканале «Культура» к 110-летию со дня рождения мастера. А во Сколе прошёл большой фестиваль в памяти Бориса Ивановича «Город юности» с режиссёрами-студентами ГИТИСа, начинующими актёрами театральных вузов Москвы, Ярославля и Белгорода. Фестиваль, который очень помог сделать дорогостоящие мероприятия, и если бы не Александр Николаевич Сергеенко, бывший глава города, ничего бы не было. Свалился юбилей мой, от которого я не знал, как деться, но пришлось за неделю до премьеры устраивать двухчасовой с половиной спектакль «Мона» с помощью Анны Георгиевны Семёновой, которая меня спасала. Надеюсь, благополучно. Я за что очень благодарен всё это время. Но теперь наказание. Нам внесли в план ещё один спектакль, потому что это был лишний спектакль. Нам полагается четыре, а это был пятый. Теперь раз поможете пять, делайте пять. Были и потери, с грустью говорит Семён Лосев. 8 февраля этого года, когда из жизни ушёл человек, который так много сделал для нашего театра, Иван Афанасьевич Гусаров. И потери Ивана Афанасьевича для города – это огромное горе. Ведь вокруг театра очень сложная ситуация. И я не скажу, что всем в городе до сих пор нравится, что театр существует, но он тучи разводил руками. В Международный день театра на Староскольской сцене прошла новая постановка «Тартюк» по пьесе Мольера. Работал приглашённый режиссёр Максим Миламедов. А ещё зрители увидели две премьеры режиссёра Антона Дегтяренко – «Новогодние приключения Маши и Вити» и «Дюймовочка». Лето для худрука – период самой активной работы. Обычно Семён Михайлович подбирает пьесы, распределяет роли, придумывает макеты вместе с художником и отправляет планы в Москву, в Министерство культуры. Честно говоря, у меня отпуска не хватает для того, чтобы решить эти головоломки. А теперь мы в мае в Министерство культуры должны отправить эти названия. Конечно, я придумал. Четыре названия. Они у нас есть. У нас вот этот фестиваль, итогом фестиваля, это один из дипломников ставит у нас в театре спектакль. И будет Александр Золотовицкий ставить «Мрожика» в каминном зале пьесы «Эмигранты». Название остальных спектаклей узнаем перед премьерой. Также в новом сезоне планируется три творческих вечера по случаю юбилеев артистов театра. Нины Лавровы, Дмитрия Горбовского и Андрея Костикова. Мария Шелепова, Дмитрий Желяков, Евгений Сазонов, 9 канал. Жаркие скидки для жаркого лета. В Старом Осколе снова работает выставка продажи текстиля. Летние платья и блузки из хлопка и льна, мужская и детская одежда, постельное белье из натуральных тканей. Все это с 5 по 9 июля можно купить в Аркаде. В ассортименте около 5000 единиц товара. Цены лояльны покупателям. Особый акцент организаторы выставки делают на одежде, в которой комфортно в летний зной. Лучше всего микроклимат сохраняют хлопок и лён. Поэтому тут такое множество блузок и платьев из натуральных тканей. Хлопком, его ещё называют белым золотом, издавна славится солнечный Узбекистан. Узбекистан сейчас является лидером по производству трикотажных изделий. Они отличаются чем? Что после стирки не дают усадку и не линяют. Сами с удовольствием носим свои вещи. Ну и довольны ими. Кстати, на мне футболка производства Узбекистана. У нас всегда в ассортименте 4-5 тысячи единиц товара разного. То есть приходите, тут есть одежда для всех абсолютно, для всех возрастов. Цены мы не поднимали, поэтому люди довольны. Люди довольны ценами и разнообразием товаров. Постельное бельё, полотенца, халаты, пижама, ночные сорочки, дачные костюмы, туники, бельё, носки, знаменитые ивановские сицы. Ассортиментный ряд широк, так что выбрать есть из чего. На некоторые предметы гардероба стоимость символическая. На выставке также много детской одежды. Не остались без внимания и мужчины. Шорты, бриджи и рубашки с коротким рукавом станут спасением от жары. Размеры от 48-го до богатырского 64-го. Мы вот хотим приобрести рубашечку для мужа и вот платушка для себя. Цены ништяк. В наших магазинах такое не встретишь. Покупка очень довольна. Буду рекомендовать друзьям и знакомым. Спасибо большое. Я пенсионерка, я ищу, чтобы подешевле было. Ну, мне кажется, для пенсионеров нормально. Мне кажется, качество неплохое, фабрика. Я вот на рынке купила недавно. Раз постирала, она прям разлезла. Все, знаете, второй раз уже одевать нельзя. Немки фабрика. А на рынке покупаешь, что, знаете, можно и на самоделку нарваться. Выставка одежды из натурального текстиля в Аркадии работает с 5 по 9 июля включительно. Покупатели ждут с 10 утра и до 7 вечера. На этом наша программа завершена. Впереди прогноз погоды. В студии была Мария Шелепова. Всего доброго. До встречи на 9 канале. В студии Анастасия Конникова. Здравствуйте. Эта рабочая неделя для жителей Старова Сколы и Губкина пройдет под знаком плюс 30. По данным гидрометцентра, во вторник, 5 июля, солнечно. Уже утром столбики термометра покажут 28 градусов тепла. Днем и вечером выше плюс 30. К ночи легкий северо-восточный ветер сменит направление на южное. Высокий ультрафиолетовый индекс. Не забывайте пользоваться кремами, защищающими от воздействия солнечных лучей. Атмосферное давление чуть выше нормы. 748-750 мм ртутного столба.